Учебные семинары, обмен опытом и новые знакомства. Вот уже третий год подряд школа профсоюзного лидера помогает обрести полезные знания и навыки десяткам членам Белхимпрофсоюза. Среди очередной группы Татьяна Гринцевич, молодой, но активный инженер-электроник и член профсоюзной организации, еще с детства усвоила простую истину. Хочешь изменить мир – начни с себя. На предложение пройти обучение в школе профсоюзного лидера ответила согласием, не раздумывая, о своем решении не пожалела. Я очень рада, что сюда попала. Считаю, что не только профлидеры должны посещать такие семинары, но также и работники, руководители, так как раскрываются профессиональные навыки, психологические общения с людьми, но и стороны контракта, взаимоотношений, взаимоотношений работника и коллектива. В ходе семинаров работники предприятия углубили свои знания в психологии, командообразовании, тайм-менеджменте, пунктах коллективного договора, отточили и выступления на публике. Всего за три дня умелый лектор и совместные увлекательные задания превратили едва знакомых людей в сплоченную и дружную команду. Взрастить настоящих лидеров – дело непростое, но Юрий Гончар, председатель правкома УЖДП УАО «Беларуськали» Белхимпрофсоюза, с поставленной задачей справляется на отлично. Около пяти-семи лет назад мне самому доводилось обучаться на подобных курсах. Мне это очень понравилось, информация очень полезная. И с той поры я разработал несколько семинаров, по которым обучаются наши профсоюзные лидеры. Сразу мы их проводили среди молодежи, а сейчас мы проводим среди профсоюзных лидеров наших структурных подразделений вне зависимости от возраста. Эффективность обучения говорит за себя. Многие из предыдущих выпускников профсоюзной школы успели стать достойными руководителями. Председатель правкома УАО «Беларуськали» Белхимпрофсоюза уверен, что в будущем так же хорошо себя проявит и этот выпуск. Это активная наша членная профсоюза, невнодушная, как говорил президент, которым для всего есть дело. Мы создали ту школу из активной молодежи, с различных площадок, с различных цехов. Эта школа изначально для того, чтобы пройти какой-то промежуток, для того, чтобы стать потом уже профсоюзным лидером, освобожденным профсоюзным лидером, который действительно мог достойно представлять профсоюзную организацию, в обществе решать вопросы и задачи, которые ставит перед ним коллектив, которые могут заключать коллективный договор, которые могут представлять предприятия как в области, в республике, так и за рубежом. В этом году дипломы об окончании школы профсоюзного лидера получили порядка 20 человек. О приятных днях, проведенных с пользой, очередным выпускникам напомнят дипломы прохождения обучающего проекта, а также многочисленные фотографии.